Хочу представить вашему вниманию отличную игру для ленивых под названием Сумерки Богов. Здесь вам практически ничего не надо будет делать. Шучу, конечно, но только отчасти. Вдумайтесь, ваш персонаж будет сам сражаться, использовать скиллы во время боя и пить бутыльки лечения. Он будет сам носиться от НПС к НПС, выполняя задания, и все, что вам нужно будет делать, это жать на кнопку, забрать награду. Ладно, конечно, все не так просто, и в ПВП-сражениях вам придется действовать самому, и во многих других ситуациях. В общем, если хотите разобраться, посмотрите сами, ссылка будет в описании. Простая, удобная регистрация, и вы уже в игре. Вы что это? И конфеты за меня есть будете? Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёствен, и это очередное видео, посвященное игре Lords Mobile, и у меня для вас прекрасная новость, ребята, на меня наконец-то напали. Я давно этого ждал, чтобы на меня кто-нибудь напал вообще, посмотреть мою стену, которая уже сейчас 230, что ли, тысяч, ну, насколько она хорошо выстоит. Правда, я надеялся какое-нибудь, знаете, такое нападение, которое бы, ну, чтобы кто-то напал с неплохими такими силами и разбился. Не, нифига подобного не было, но, тем не менее, на меня было интересное нападение. Я вот здесь занёс его в избранное. Две атаки было от КХЛ. Обе для меня закончились неудачей. Ну, давайте посмотрим. Давайте, наверное, сначала посмотрим сам бой, а потом уже посмотрим статистику. Ну, и вообще я расскажу, откуда ноги растут, потому что, ну, парень, он довольно-таки тоже неплохие потери понёс, но, конечно, не такие значительные, как я. Хотя, с другой стороны, я свои потери восстановлю лечением, а вот он часть армии потерял безвозвратно. Ну, смотрите, с учётом падения нашей стены у нас практически, ну, у него чуть-чуть армия побольше. 135 тысяч против наших 110. Но насколько хорошо он сносит мою армию? У нас уже 99, у него 128 тысяч. У нас падает боевой дух. Ребята ещё стоят. Всё, наши отступают. Потери у нашего врага 22 тысячи, у меня 54 тысячи. Ну, там в основном, как бы, в эти потери записываются ловушки второго ранга. Ну, если, давайте, будем смотреть более подробную статистику. Вот, враг снёс нам 231 тысячу здоровья, ну, можно сказать, 234 тысячи здоровья стены. Там всё равно с копейками, копейка не хватало. Здесь у нас у врага 9 тысяч погибших бойцов, 13 тысяч раненых. У меня 24 тысячи раненых солдат и уничтожено 28 тысяч ловушек. Так, это примерно половина всех моих ловушек. Но вот было 50, уничтожено 28 тысяч. И даже больше половины ловушек просто снесено. Поэтому ловушки, это, знаете, это такой расходный материал. Ты их строишь, но они, как правило, будут жить в течение одной атаки. И на чере, а на харет, я на 54 месте помощи. А что это значит? Так, сейчас посмотрим. Это значит, что он должен вырваться в топ. Сейчас мы проверим. Ну ладно, мы не сейчас проверим. Мы чуть-чуть попозже проверим. Так, по такому пока что ответим, что я чуть позже раскидаю ранги. Так, ну и давайте, в общем, продолжим нашу беседу про эту атаку. Я, в общем, единственное, знаете, чему я не рад в этой атаке? Я не рад, что я не могу знать, кто на меня нападал. На меня напал какой-то игрок с ником КХЛК. Без гильдии. То есть, если я его забью в поиск... А в поиске можно найти всех игроков, которые есть вообще в игре. Так, сейчас только язык поменяем. КХЛК. Вот. Если его забить в поиске, такого чувака нету. Ну, то есть, его просто нету. Это кто-то сделал такой ник, напал на меня. Может быть, он даже специально для этого нападения из гильдии вышел. А потом просто свалил и поменял ника назад. То есть, я даже не знаю, кому мстить. Но что самое страшное, я не знаю, кто на меня напал. Мне было бы интересно посмотреть, какой у него уровень замка. Какие у него герои. Какая у него статистика. То есть, вот, мне именно не нравится, что отсутствует информация. А вообще, здесь в поиске можно найти вообще любого игрока. То есть, ну вот, допустим, наш бывший лидер. Вот, пожалуйста. 9 миллионов 244. Можно даже следить. У него ни грамма силы не прибавилось. Хотя он почему-то вот, он вышел из нашей гильдии. Я не знаю, как так получилось. Может быть, если игрок не заходит какое-то время в игру, его автоматически выкидывает с гильдии. Не знаю. У меня была мысль, что может быть, его там кто-нибудь взломал все-таки в итоге. Или еще что-нибудь. Но нет. Он вышел из гильдии. То есть, его аккаунт вышел из гильдии. Но при этом ни единицы силы не прибавилось. То есть, нельзя предполагать, что кто-то его просто взломал там. И теперь использует его аккаунт. Тогда бы и ник поменяли. Ну, в общем, не знаю. Какая-то странная штука. Но, в общем, через поиск можно найти любого игрока. И вот этого КХЛК там нету. То есть, он опять поменял ник. И мы уже не узнаем никогда, кто же на самом деле на меня напал. Зато мы можем узнать другие вещи. Мы можем посмотреть подробную статистику. Подробный боевой отчет. Как видите, он у меня украл 240 тысяч золота. То есть, он, в принципе, ну, явно он не ради 240 тысяч золота потерял 8900 своих бойцов. Это была, друзья, самая настоящая месть возмездия. И я даже предполагаю, за что скажу чуть-чуть позже. Давайте сначала посмотрим, кем нападали, кем отбивались. И, в общем, более подробно. Нападал наш противник. Так, это что у нас? Если все сложить, это у нас примерно 20 с лишним тысяч королевских стражей. 51 тысяча скрытых снайперов. И что тут? 6 до 7. Что там получается? 13, да. Да еще тут, ну, даже 14 здесь получается тысяч. Ну, примерно, короче, 30. Примерно 35 тысяч кавалеристов. И 20 тысяч огненных требушетов. 15 тысяч катапульт. Из всего... Ну, это я в сумме посчитал, да. То есть, вообще, у нашего врага... Блин. А, не, все нормально. Я боялся, что из-за этого ошибки сейчас вылетит моя игра. Я просто снимаю через эмулятор. И этот эмулятор сам устанавливает приложения мне. Иногда какие-нибудь на рабочий стол. И вот что-то одно из приложений, которое он устанавливает, оно еще и ошибку выдает. Но нет, все в порядке. Ну, ладно, в общем, вот потери нашего врага. Потерял он 7 тысяч кавалеристов, погибшими навсегда, и тысячу стражей. Даже вот, можно сказать, практически 8. Тысяч 7-800. Здесь у нас потери... Кто у нас был в обороне? Было у нас 13 тысяч королевской стражи. Практически стражи не осталось. Все пали ранеными. Скрытые снайперы вообще никто не пострадал. Королевский кавалерист пострадало немного. 5 тысяч. И были у меня еще наездники на ящере. Они, ну, почти в полном... А, ну нет. Их тоже 5 тысяч с лишним отправилось в больнички. Ну и что касается ловушек, то тут, да, тут значительно. Стальные шипы вообще 16 тысяч пропало. Пропало раскаленных шипов тоже прилично унесло. Ну, будем сейчас помаленьку, по чуть-чуть отстраивать ловушками Т3. Хотя ловушки долго не живут. Ну, для этого и практически все, да, практически все 100% ловушек просто погибает после атаки. Чтобы они, ловушки не погибали, это надо в технологиях учить, чтобы, ну, как можно больше ловушек оставалось здоровыми. Ну, это вот у нас вот здесь, по-моему. Ну, мощь ловушек, прочность ловушек. Вот, восстановление ловушки третьего ранга. То есть, если я хочу, сейчас, если на меня нападут, помрет 99% моих ловушек. На один раз прокачаю технологию, помрет 98%. Ну и так, в принципе, на максимальном уровне прокачки можно сохранить до 50% ловушек. Но это очень дорого и долго развивать изучение в этом плане. Ну и, в принципе, сейчас важнее какие-то другие исследования. В общем, ладно, давайте вернемся к нашему бою. Ну, вот такая вот статистика веселенькая. Ну, у меня, в принципе, вот как бы все раненые. Ну, раненые это тоже не самое приятное. Потом их восстанавливать долго. Я не знаю, как у него там таланты были прокачаны, но у него тут и есть неплохие герои, в принципе. Что они синие. Хотя, даже не все седьмого ранга. Вот этот и этот маленькие. Героев он в основном вставил, я смотрю, это у нас на улучшение конницы, это тоже на конницу. Этот тип, по-моему, тоже на конницу. И двое на пехоту. То есть, он выставляет вперед, впереди идут конница и пехота. И все герои, которых он использует, так или иначе сопортят именно конницу и пехоту. Ну, и вот этот еще донатный, синий, он, наверное, вообще неплохо заряжает бонуса для пехоты. Ну, наверное, стоит так же поступать во время своих атак. Я, в принципе, сейчас тоже качаю вот этого вот героя. Рыцаря Рос. Очень хороший герой для атак в составе армии. Тоже его стараюсь сейчас развивать по максимуму. Ну, и, в принципе, сейчас тоже вот качаю хранителя клятвы. Хочу ему получить седьмой ранг, чтобы, ну, чтобы открыть ему вот этот вот бонус атаки для пехоты. И тоже его использовать в составе атакующего войска. Да, кстати. Хожу я, как правило, всегда на элитные бои. Ну, там платишь в два раза больше энергии, зато получаешь медали для прокачки войска. Поэтому на обычный уровень сложности практически никогда не хожу, если есть возможность сходить на элитные. Даже если там какие-нибудь медали на героя, который мне не особо нужен, все равно надо развивать всех по чуть-чуть. Так, ладно. В общем, вот это была первая атака нашего врага. Потом он пошел второй волной, и там уже было посерьезнее. Потому что у меня-то в защите, помните, да, из пехоты уже там только 600 бойцов оставалось. В общем, силы тут наш враг потерял 400 тысяч. Мы потеряли 971 тысячу силы. У нашего врага 7 тысяч погибших. У нас погибших нет совсем. У нас есть только раненые. Стены тут мне уже не помогали. Ну и ловушки, соответственно, тоже меня не защищали. Ну, давайте, наверное, сначала посмотрим картинку боя. Вот, стены нету. Войско на войско. 100 тысяч врага, пороги в 85 тысяч наших. Похоже, это не самый мощный враг. Если он выстрелил только 100 тысяч, значит, у него как бы не было другого войска в запасе. Я думал, мало ли. Я думал, что он изначально атаковал как бы максимальным размером своей армии атакующей. Но у него, я думал, еще там войско давала в замке. Но раз он выстрелил так мало на второй атаку, значит, у него больше войск не было. Ну, еще, конечно, как вариант, он мог оставлять кого-то у себя в защите. Опасаясь, что на него могут напасть. Или, там, допустим, что я не сплю, или еще что-нибудь. Так, ну вот, он мне не всех снес. У меня пропала мораль, поэтому мы сбежали. У нашего врага потери 18 тысяч, у нас 44. Ну, здесь уже только войско на войско. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это самая удачная атака для врага. У меня-то все ранены, а у него безвозвратно потеряны 7 тысяч с половиной бойцов. Он никаких ресурсов не получил. То есть, это не война ради ресурсов. Это, друзья, чистая, как мне кажется, месть. Ну, и давайте посмотрим. Здесь у нас Королевский Страж. Это вражеская армия, да? Ранено 11 тысяч, погибло 3 с половиной тысячи. Ну, и 4 тысячи, это все-таки Тир-2. Их не особо жалко. Это Т-2 кавалерия, наездники на ящере. В общем, ну, я бы сказал, все-таки у него такие не самые значительные потери. Ну, 3 с половиной тысячи, это, даже, знаете, если так сказать, это примерно где-то... Примерно где-то часов 18 они строятся, эти войска. 19 где-то так. Их заново отстроить. Ну, не считая ускорялок всяких. Так, что касается меня, здесь у меня скрытые снайперы, опять же, практически не пострадали. 1256 раненых. Королевские Стражи, вот, 600 было, маловато. Я думаю, сейчас я подклепаю Королевских Стражей себе в войско. И Королевские Кавалеристы 36 тысяч. Ну, все, кто был, все ранены. В том числе и такая же судьба постигла наших наездников на ящере. Если бы он сейчас еще третьей атакой шел, у меня бы там остались только одни скрытые снайперы. И он бы все эти 40 тысяч ранил бы. Не знаю, почему он не добил. Это было бы для меня, ну, неприятно. Больничек мне бы хватило, чтобы все войско разместить, включая этих снайперов. Но все равно было бы неприятно их восстанавливать. Тем более, что вот только снайперов он бы уже, ну, наверное, вынес бы с минимальными потерями. Он бы мог и войско специально для них подобрать. То есть, ну, как... Ну, хотя не, я думаю, можно было просто всей ватагой на меня нападать. У него бы были потери минимальные. Не знаю, почему он третий раз меня не добил, если я ему так не нравлюсь. Ну и здесь, что касается ловушек, там, конечно, без изменений, потому что стены уже не было. В общем, вот так. Здесь он потерял 388 тысяч силы, я потерял 971 тысячу. И что касается первой атаки, здесь я потерял 592 тысячи силы, враг потерял 534 тысячи силы. Я бы сказал, что все-таки он, по большей части, остался в минусе, потому что он слишком, ну, большое количество армии потерял именно убитыми. Вот здесь так вообще 7 тысяч королевских кавалеристов, но парень очень хотел отомстить. Так, теперь я обещал рассказать свои предположения, кто это мне мстил, ну, или за кого мне мстили. Я думаю, это был вот этот парень. Lonely One. Короче, вчера я напал на него, упер, смотрите, 1 миллион 300 тысяч золота, да? На самом деле я упер гораздо больше, это была моя первая атака на него. А, нет, вру, 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 не первая. Но первую атаку я делал по пустому замку, а потом у него войска вернулись с руины, то есть небольшое войско у него вернулось с руины. Здесь я потерял 600 погибшими и примерно 900 ранеными. Давайте сначала посмотрим, потом уже пройдемся по боевой сводке. Стены у врага уже не было, я ее снес прошлой атакой, когда у него войска не было в замке. То есть я напоминаю, это не вся его армия, это армия, которая у него вернулась с руины. А, даже на самом деле не так там было, но сейчас расскажу. Вот, и у него осадки уезжают, я их потом второй атакой добил, то что у него там живое осталось. Но я на самом деле не преследовал цели снести ему войско, я преследовал цель именно золота. Смотрите, 1 миллион 300 тысяч золота я внес ему этой атакой. И если посмотреть до этого, вот была моя первая атака, а это была разведка. Вот, смотрите, что разведка показала, 12 миллионов золота и всего лишь 10 тысяч башен-ловушек. При этом он тогда уже горел, стены не было. 12 миллионов золота, друзья, 12, я не мог пройти мимо. Пошла моя первая атака, тут я вынес 1224 тысячи золота. Просто, ну, зашел, никакого сопротивления не встретил. Потом была следующая атака, это вот та, которую я вам показывал в избранном, когда у него, ну, как раз у него уже возвращались войска с руины. И вот вернулись, и с ними мы подрались. Если посмотреть более подробно, здесь у меня пострадали погибшими и ранеными королевские стражи. У врага тоже был королевский страж 9 тысяч, и, ну, тут порядка 18 тысяч скрытых снайперов, которые, 15 тысяч из которых тоже пали ранеными. Вот, потом я на него совершил и еще ряд атак. То есть, так, если посмотреть, где мы тут остановились. Победа, разведка. Потом, ну и вот пошли атаки. Миллион триста, миллион триста. Потом я еще там 800 тысяч. Ну, короче, в итоге я у него где-то, что-то тут как-то мало, мне кажется, на самом деле. Так, ну, смотрите, здесь, да, я у него вынес миллион триста тысяч голды. Потом, с самого начала, давайте. Здесь, так, это разведка. Здесь вынес миллион двести. Это уже, получается, два миллиона пятьсот. Плюс еще миллион триста. Это, получается, три миллиона восемьсот. Плюс еще миллион, что там, четыре миллиона восемьсот. Я надеюсь, не кликаю на одно и то же. Пять миллионов, шесть миллионов, получается, уже шестьсто унес. И потом еще восемьсот тысяч. Ну, короче, порядка семи миллионов голды я просто вынесу у одного этого человека. Я думаю, это либо он мстил, либо за него мстили. Ну, давайте попробуем набрать его ник. Лонли, Они, 805. Лонли, Ван. Давайте там даже как с большой. Не знаю, важно это. Лонли, Ван, 805, да? Так, мы нигде не ошиблись. Так, так, так. Лон, Лонли, Ван, 805. Ну, Ван с маленькой буквой. Я не знаю, важно это или нет. Ну, давайте попробуем соблюсти полностью. То есть, Л большая. Лонли, Ван, 805. Нету такого игрока. Значит, он поменял ник. Ну, вполне возможно, что это он и пытался мне мстить. И, ну, как бы неплохо меня потрепал, в принципе. Ну, и сам там пострадал тоже нехило. Но все же я... Если бы это был он, я бы сказал, что я удивлен, как он хорошо мне пробил стену. Я могу сейчас еще посмотреть, где он стоял. Если вспомню, я переехал с того места. Ну, там примерно я знаю, какие гильдии были рядом. Да, вот оно, это место. Он, знаете, где стоял? Короче, я жил где-то вот примерно здесь. Мое место было. А он стоял вот здесь. Вообще недалеко от меня. И все началось с того, что я просто глазел по карте и смотрю, его замок горит. Я такой кинул разведку и смотрю 12 миллионов голды. Думаю, 12 миллионов голды. Замок горит. Уже тогда к нему с руин шло войско. Я ему послал быстро армию. Ее ускорил пару раз. Потому что, ну, потому что иначе она бы не успела обогнать войско, которое возвращалось с руины. А я не знал, какое там войско. Я думаю, сейчас уру, а там посмотрим. И я у него вот именно первую кражу совершил. Потом сделал разведку и решил, что все-таки пойду и снесу то войско, которое вернулось с руины. И вытащу все золото. На то золото, которое я у него вытащил. А это у меня, представляете, на руках было. Плюс мое золото. Ну, короче, там у меня было 8 лямов с лишним голды. И я такой, так, надо бы куда-нибудь это дело вложить. И, короче, вложил на долгое изучение наука. Изначально мне писали, что будет изучаться 25 дней. Ну, не считая поддержки, там, сагильдийцев. В общем, я запустил на изучение мощность стен 10 уровня. Это прибавит порядка 50 тысяч, ну, крепости к моей стене. Ну, как мы видели, там, стена она вообще, в принципе, не решает. Но все равно приятное изучение. Долгое изучение. И я думаю, я его потом еще под конец закидаю ускорялками и сорву адскую награду за изучение какую-нибудь. Ну, тоже будет приятно. В общем, вот. Такие вот дела, друзья. По большей части, я хотел с вами именно вот этой атакой поделиться. Как бы я рад, что на меня напали. Я давно хотел это посмотреть. Насколько наши стены прочны. Насколько мы вообще можем держать удар. Было, в общем, весело. Ну, и... Как бы у меня-то армия не пострадала. Хотя у меня, ребята, вот вчера до атаки, я перед сном выходил из игры. Ребятам тут даже писал. Ну, наверное, тут долго, если сейчас читать весь чат, искать. Ну, в общем, говорил, ребята, поздравьте меня, у меня 10 миллионов силы. Сейчас у меня после вот этих пары атак осталось не 10 миллионов, а уже 8 с половиной. То есть полтора миллиона силы как рукой сняло. Но это все ерунда. Да, это как бы главное, что у меня нету погибших среди армии. Это мы все восстановим. Хотя это, конечно, и стоит затратно. Я не за раз восстанавливаю все войско. Восстанавливаю партиями, чтобы, ну, как бы, часть восстановил. Чтобы сразу не тягать все ресурсы из загашников. А именно, ну, как бы это, что-то я могу сейчас и сам набрать. Как бы, пока что с руин со всяких и с прочего. Так, также, ребята, кстати, хотел сказать. У нас в игре появился новый монстр. Вот такой вот герцог ада. Герцог ада у нас силен против физической и магической атаки. А слабый против... Ну, тут какая-то ерунда. Слабый против беспощадной адские хепри атакуют героя с наибольшим здоровьем. Это просто описание его. То есть непонятно, против чего он слаб. Силен против физики и магии. И магии. Ну, похоже... Не знаю. Странное описание. При этом, в принципе, там ребята даже пишут. Некоторые... Ну, вот, допустим, у нас в гильдии есть Рокет. Парень Рокет 2000. Он говорит, что больше 50% ему за один удар сносит. То есть ему на такого монстра надо всего лишь два удара. Ну, мощно. Если посмотреть его Колизей. Чтобы так примерно представление иметь о его героях. Он на 895 месте в Колизее. А когда-то был даже в топ 500. Так, ну, давайте попробуем. Посмотрим, сколько я ему сношу своей лучшей пачкой. Я просто редко атакую лучшей пачкой. Знаете, почему? Потому что я использую часто вот этих монстров как способ прокачки своих героев. Поэтому я, как правило, на них нападаю не самыми сильными героями. Так, ну ладно. Вот самая лучшая пачка, особенно для атаки на первый уровень монстров, когда вы уже прокачены, вам танк не нужен. Танк он убьет слабо, его цель танковать. Лекарь даже не нужен, потому что он не убьет никого. Поэтому берем вот такой набор и кого-нибудь еще надо. Дамагера. Блин, ну мы... А, вот она. Отлично. Вот такой вот состав мы сейчас отправим. Никаких танков. Танки хорошо танкуют, но мало наносят урона. А нам надо как можно больше урона нанести. И лекаря тоже не берем, потому что он первого уровня. Он не снесет наше войско. Даже никого. Вот, 63% сношу за одну атаку. Смотрим бой. Я на самом деле почему-то думал, что я меньше снесу 50%. Но думал, что это у того так матера, что он такой мощный в колизее. Поэтому, ребята, вот сейчас у нас в гильдии эти сундуки с монстров падают вообще один за другим, потому что, ну, ребята довольно легко их сносят. Тем более сейчас у нас, в принципе, и гильдия подкачалась. А знаете еще, что вот в этой пачке хорошо в атаке? Это, во-первых, вот эта девчонка и вот эта девчонка. У них у обеих есть способность срезать броню монстра. Именно броню одного врага, которого они атакуют. То есть они еще срезают ему броню, а остальные дамажат еще больше. Ну и тут, в принципе, такие дамагеры неплохие собраны. 63% урона, друзья, за раз. Первая атака, без всяких бонусов. Ну, понимаете, да? Это, в общем, весело. Теперь давайте, раз уж начали, пойдем добьем. Но я обычно именно, как бы, вот этих героев не выставляю. Я обычно использую атаки на герцогов ада, как возможность прокачать своих слабых героев. И именно ими обычно хожу в атаку. Так, давайте посмотрим, что тут нам хотя бы дали. Здесь ускорялка на час. Ну и здесь маленькая дровишка, золотишко. Обычно я, короче, просто нападаю своими самыми слабыми героями на герцогов ада. То есть беру вот так. А ну вас всех нафиг. Вы все уже прокачаны. Нам надо покачать вот это вот все. И отправляю их в бой. Просто использую вот эти герцогов ада, как средство прокачки героев. И не заморачиваюсь по поводу того, чтобы там собрать подарки, уничтожить герцога и прочее. Хотя, ну, как бы, обычно выношу. Ну, как бы, захожу с полной энергией и мне этого хватает. Но если я вижу, что в моей слабой пачке героев не хватает сил, чтобы одолеть монстра, а энергия заканчивается, то я, как правило, тогда делаю там, ну, добиваю его нормальной пачкой. Ну, давайте посмотрим, как у нас тут слабаки сражаются. С 40-го уровня. Но они все равно нормально. Он даже без лекаря держит удар. Тут что-то стараются. Это они сейчас слабаки? Скоро мы их так вот помаленьку, по чуть-чуть всех прокачаем, и они уже будут даже не погибать. Смотрите, только одного бойца потеряли, да? Ничего тоже нормально. Ну, и что самое приятное, все получили опыт. И что самое главное, вот эту вот награду, которую дают, я заметил, она вообще не зависит от того, сколько вы здоровья снесете. Там, 60% за удар. Или, там, какой-нибудь полпроцента. При этом вообще не важно. Главное, что вы всем героям получаете опыт, и поэтому я просто эту охоту на монстров использую как средство прокачки своих героев. Потому что еще я заметил, что герои очень хорошо, во-первых, прибавляют вообще, в принципе, к вашей силе. То есть, если посмотреть сейчас мою статистику силы, из чего она складывается... Так, где у нас? Это в этой статистике. Так, нет, это не в этой. Это, значит, у нас вот в этой статистике. Вот, мое войско дает мне 2 миллиона силы. Ну, правда, оно у меня сейчас раненое, поэтому... Ну, там что-то не так много, там, по-моему, 4 было, что ли, миллиона, не помню. Мои ловушки, ну, они тоже сейчас, их практически нет, но они там раньше тоже, ну, порядка, там, может быть, 800 тысяч давали, когда были все построены. Вот, здание, здание дает мне 800 тысяч силы, задания выполненные дают 400 тысяч силы, изучение, все мои технологии дают мне 2 миллиона силы, уровень игрока дает 2 миллиона 200 тысяч силы, вот, значительный показатель. И сила героев, именно то, насколько прокачаны мои герои, дает еще дополнительно 1 миллион силы. Ну, тоже неплохо, такая приличная прибавка. Ну, и, в принципе, мне нравится качать героев, и сейчас я стараюсь всех подкачивать, но, конечно же, упор я делаю именно на тех героев, которые мне нужны. Нужны для Колизея, нужны для Атак, ну, в общем, в первую очередь, конечно же, я делаю упор на прокачку важных героев. Но я заметил, что тут, в принципе, ну, допустим, знаете, вот как оно бывает, допустим, мне надо для моего вот этого бойца-хранителя клятвы выбить вот этот шлем, да? То есть я иду его выбивать, и попутно вместе с шлемом мне падают перчатки, книжки и прочий шлак. И, ну, как бы даже не шлак, прочие, в принципе, ресурсы. И, на самом деле, пока вы стараетесь выбить один ресурс, или пока вы стараетесь там собрать необходимое количество медалей, чтобы прокачать вашего героя, вы так или иначе все равно нагребаете до вала вот этих вот артефактов, и обычно хватает и основных героев прокачать, и скапливаются артефакты, чтобы всех второстепенных тоже подтянуть. Ну, как бы с этим тут, как правило, проблем нету. Так, ну и еще, друзья, хотел заметить одну вещь, которая мне, в принципе, не очень нравится. Давайте, наверное, добьем его, чтобы не мучился. Так, 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 так. Мне не нравится, что, как бы, можно, наверное, порадоваться. Ура, в игру добавили нового монстра, Герцога Ада. Это же вроде как звучит круто. Новый монстр в игре, замечательно, что-то новенькое. На самом деле, мне всегда не нравится, когда в игру добавляют новых монстров. Давайте посмотрим, какое снаряжение падает. Кстати, сейчас в игру еще добавили новое донатное снаряжение. Офигенное, но донатное. Смотрите, пехота, атака, стрелки, атака, армия, защита 20%. Скорость тренировки солдат 10%, скорость изучения 15%, армия, защита 17%, армия, атака 15%, кавалерия, атака 35%, армия, атака 10%, армия, максимальные очки здоровья 35%. Ребята, вы видите все это? Это просто ад какой-то. Они ввели в игру какой-то мега донатный костюм. Чтобы собрать на него ингредиенты, надо купить в магазине особые свертки, чтобы получить эти материалы. То есть, материалы его можно купить в магазине. Особые свертки. Что за свертки? Давайте ради интереса посмотрим. Ну, я думаю, это такой сет, который сейчас все донатеры захотят, но позволить себе им будет очень сложно. Ну, как бы придется, я думаю, очень много бабла влить, если действительно захочешь себе собрать такой сет. Но такой набор вещей действительно будет очень круто помогать во время боя. Так, я даже не знаю, где искать эти свертки. Может, в сундуках, наверное. Это все драгоценности, это материалы. Ну, что-то даже... Может быть, даже, знаете, может быть, даже вот в этом магазине продают. Ну, короче, не знаю. А, вот, вот алая грива продается. И сундук чемпиона. Вот, это нужен сундук чемпиона. Вот, видите, 100 сундуков можно купить за всего лишь 6,5 тысяч рублей. И причем, ты когда купишь эти 100 сундуков, тебе явно этого не хватит, чтобы, ну, нормально прокачать, наверное, все эти артефакты. Там, наверное, придется еще кучу сундуков потом добавочно собирать, чтобы собрать себе весь этот сет. Короче, дорогое удовольствие. Поэтому я даже, знаете, я даже... Кто-то там писал, о, посмотрите, новый сет. Я говорю, даже смотреть не хочу. Все равно для донатов, как бы, мне неинтересно. Так, ну, вот, смотрите, вот у нас этот монстр, да, который появился сейчас в игре. Из тех ингредиентов, которые с него падают, можно собрать только броню. Броня дает защиту пехоты, очки здоровья кавалерии и атаку для армии. В принципе, броня такая неплохая. На максимальной прокачке даст плюс 5% к трем боевым показателям. Все остальное, чтобы выбить, это, друзья, уже, ну, нужен либо донат, либо вы иногда вам будет вести выбить вот этот недостающий ингредиент. Но, как правило, недостающие ингредиенты падают в таком маленьком количестве, что вы сможете себе позволить, ну, обычно там, только белую. Они там даются за, знаете, что, за выполнение адских событий. И там иногда в ходе каких-то ивентов можно маленько выбить этих особых ингредиентов, которые просто так с монстров практически не падают. Его можно выбить с монстром с шансом 0-0, 1 там какая-нибудь процента. Ну, короче, редкое везение. Иногда я слышу сообщение, что кому-то выпал, ну, один там, я не знаю, за полгода. Кому-то посчастливилось выбить. Там, ну, как бы с этим не разживешься. То есть там в основном все рассчитано, что вот эти недостающие ингредиенты вы будете получать именно за счет доната. Почему мне не нравится, что в игре появляется новый монстр? То есть, ну, смотрите. Допустим, раньше было в игре, ну, немного. Ну, когда я начинал играть, по-моему, ну, там вот так вот это было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть монстров. Когда-то их было еще меньше. Потом начала, появилась вот эта гаргантюа, появилась личинка, появился вот этот адский драйдер. Видите, ну, допустим, начинается какой-то ивент, в ходе которого вы имеете шанс выбить особый недостающий ингредиент для крафта. То есть, ну, там, для обуви грифона это будет, вот там, сердце грифона. Там, для набора вьюжника это будут вот эти вот колокольчики. То есть, чем больше вот этих монстров в игре появляется, тем меньше шанс, что вы вытянете именно те ингредиенты, которые вам нужны, и именно хотя бы какое-то более-менее нормальное количество, чтобы прокачать вещь, ну, хотя бы до зеленого. Я уж не говорю до синего уровня. Ну, если вы не донатер. А чем больше этих монстров, тем больше распыляется ваша возможность добыть в необходимом количестве ингредиенты именно для хотя бы какого-нибудь одного сета. То есть, ну, это как бы идет лишнее распыление сил. Ну, с другой стороны, в принципе, я могу сказать, что я вот не смотрел до этого. Мне понравилось, как выглядит броня. У меня вот сейчас Одиссея бронь. 3% защиты кавалерии, 3% атака кавалерии и осадное орудие атака. Ну, хотя я не могу сейчас сказать, что именно дает броня Одиссея. Знаете почему? Потому что у меня в нее слишком много камней вставлено. Давайте так. Вот. На золотом уровне броня Одиссея дает скорость строительства, атаку осадных орудий и защиту армии. 6%. То есть, в целом, ну, наверное, было бы неплохо вот этот вот доспех себе собрать. Потому что на золотом уровне плюс 5% ко всему. Тем более, ингредиенты на него собрать, в принципе, реально. Хотя, нет, вот видели вот эту вот ерунда? Что-то она мне плохо падает. Но все-таки падает. Ну, видите, скоро закончится, они на карте пропадут, и опять мы перейдем на какого-то другого монстра. И когда этих монстров на карте было мало, но они там крутились по кругу, у вас хотя бы был шанс по-быстрому. Ох ты, мы его даже не добили. Беда. Я, как правило, с собой и вот нашим ребятам тоже всем советую. Всегда имейте, ребята, энергию в запасе. Потому что меня иногда, меня иногда даже просто вымораживает, если кто-нибудь из гильдии, ну, я не знаю, там, допустим... Ладно, здесь у нас кучка. Ну, вот просто, допустим, стоит какой-нибудь один игрок из гильдии, а наши игроки на самом деле стоят повсюду. Я, на самом деле, вот знаете, как правило, перемещаюсь на новое место, начинаю изучать округу, и всегда нахожу где-нибудь неподалеку кого-нибудь из наших. Ну, вот, например, прошлое место, где я стоял, хотя сейчас рискую запутаться. Так, вот они, зушники. Тут где-то вода должна была быть. Вот вода. Да, я стоял вот здесь. Помню, что кто-то прямо вправо от меня был. Помню, там и влево, и вниз. Вот, смотрите, вот они, пожалуйста, наши. Короче, куда ни полистаешь, везде кого-нибудь наших найдешь. Но знаете, что меня вымораживает? Когда, ну, допустим, там кто-нибудь, не знаю, допустим, там, лордскрипер начинает писать в чат, скидывать координаты какого-нибудь там монстра, у которого там, допустим, осталось 3% здоровья. И говорит, добейте, ребята, пока там не добили. Не хватило энергии. А ты, допустим, от этого монстра находишься там в 200 километрах. И ты видишь, что никто не идет его добивать. И ты такой, ну ладно, шлешь туда войска через 3-9 земель. Хотя сейчас я уже таким не занимаюсь. Ну, нафига слать там войска через 300 тысяч там земель, через 200 километров, когда можно просто за два удара у себя под носом убить какого-то монстра. Но меня удивляет, когда вот эти ребята, то есть, ну, у меня всегда есть энергия в загашнике. Я ее, как бы это, всегда держу на, именно на случай, если мне надо будет какого-то монстра добить. Я ее не сливаю просто так. А многие ее сливают, как только она появляется, и потом, ох ты, у меня не хватает энергии. Ребята, добейте, есть кто-нибудь рядом, добейте. Ну, ты имей при себе хотя бы какой-нибудь небольшой неприкосновенный запас, чтобы в нужную минуту его использовать и все-таки добить этого монстра. Ну, вот, в принципе, такое у меня мнение на этот счет. Вот, что, герцог повержен. 15 тысяч золотишко дал. Так себе, ни о чем. Зато вот эта шахта мне понравилась. Сразу два ресурса, а собрали-то мы всего 135 тысяч. Ну, ладно, друзья, что? В общем, как бы, наверное, выговорился. Какие-то последние идеи, последние мысли по игре я рассказал. Вот, переехал сейчас в бедный регион. Тут маленькие шахты, всего лишь по 180. Мне это не особо, если честно, нравится, потому что, ну, мне больше всего нравилось. Раньше, там, допустим, миллион шахты, когда были в округе, или по 700 тысяч. Ты отправил, там, допустим, треть своего войска на одну шахту, треть на другую, треть на третью, еще чуть-чуть в замке осталось. И, ну, ты вроде думаешь, что, во-первых, так как ты много войска отправил, вряд ли кто-то просто полезет нападать. Ну, вообще, редко нападают на руинах в игре, если уж справедливости ради заметить. Редко нападают. Не люблю, кстати, когда руины оставляют недобытыми. Я, как правило, такие. Ну, если я в онлайне, стараюсь собирать. Мне еще кажется, что новые ресурсные клетки не появляются, пока достаточно старых не соберут до нуля. То есть, вот собрал до нуля, где-то в другом месте появилось новое. Поэтому надо всегда чистить, даже если там, ну, совсем немного ресурсов, но они рядом с вами, и если вам не напряг, ну, мне как-то кажется так. Ну, ладно, ребят. В общем, что-то я даже сбился с мысли, что хотел сказать. Ну, короче, да, мне раньше нравилось, вот что хотел сказать, что я мог третью армию разослать и пойти там пить чай или вообще пойти спать и через несколько часов, ну, обычно там часа за два собиралось полностью какая-нибудь 700 тысяч ресурсов. То есть, я мог разослать третью армию в одно место, третью в другое, третью в третьей, и потом через пару часов заходило, у меня уже было всех ресурсов по 700 тысяч. А здесь довольно-таки бедно, вот куда я переселился на случайном порту. Ну, пока что ладно, здесь поживу, потом куда-нибудь слиняю. Я еще тут округу не жег. Посмотрим, что здесь за замки находятся. Ну, ладно, в общем, на этом у меня все, друзья. С вами был 1101. До новых встреч.